Друзья, здравствуйте! С вами Катя на канале Мой урожайный огород. Мы с мужем очень любим укроп и заготавливаем его в большом количестве. Есть всего три способа заготовки укропа на зиму. Это заморозка, сушка и приготовление пасты. Про последний способ я рассказывать не буду, так как у нас маленькие дети, и нам совершенно некогда этим заниматься. К тому же я предпочитаю не усложнять там, где можно сделать проще, но не хуже. Заморозка – это, на мой взгляд, самый простой и быстрый способ, так как если сушить укроп без специального оборудования, это займет несколько дней. Перед заморозкой укроп можно промыть, если он покупной, и обязательно просушить, чтобы не осталось воды. Для ускорения процесса можно промокнуть укроп бумажными полотенцами. После того, как укроп высох, мелко-мелко нарезаем его и складываем в пакеты. Мы используем как зип-пакеты, так и простые пакеты для заморозки. Знаю, что некоторые хозяйки подписывают пакетики с датой заморозки. Но так как укроп у нас точно не заваляется, и мы успеем его употребить до следующего сезона, с укропом я этого не делаю. Пакеты складываем в морозилку и используем по назначению. В морозилке укроп сохраняет свой вкус и полезные свойства. Остается рассыпчатым и не превращается в один большой комок. Сушка укропа естественным способом. Сушеный укроп также сохраняет свои вкусовые качества и витамины. Остается и приятный аромат, но занимает чуть больше времени. Сушить укроп можно как пучками, так и мелко нарезанным. Я предпочитаю второй вариант, но каждому своем. После нарезки укропа раскладываем его на хлопчатобумажные или бумажные полотенца. Ну, про газеты, я думаю, все знают, что это вредно. И оставляем сушиться. Обязательно в темном месте. На солнце укроп, конечно же, высохнет быстрее, но часть вкусовых и полезных свойств будет утеряна. Также он станет не очень привлекательным желтоватого цвета, но использовать такой укроп в пищу тоже можно. В случае сушки в тени укроп останется в зеленом цвете, как и на видео. Как понять, что укроп высох? Необходимо взять небольшое количество и потереть. Если укроп растирается, измельчается и рассыпается, он готов. Можно доставать красивую баночку и убирать туда свои сокровища для хранения. Вот, в общем-то, и все. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. А если вы хотите больше полезной информации и не пропускать новые интересные видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»